Уважаемые коллеги, сначала я напомню краткие сведения о тучных клетках. Тучные клетки получили свое название в конце XIX века. Пауль Эрлих был тем человеком, кто назвал их тучными клетками, и это название существует до сих пор. Однако, значительно раньше были описаны некие гранулярные клетки у животных, которые, в принципе, сегодня считаются их предшественниками тучных клеток. Основные свойства. Прежде всего, мы знаем о тучных клетках как об участниках реакции немедленного типа. Реакции немедленного типа свойственны аллергическим процессам и состоят в том, что тучная клетка сначала нагружается антителами иммуноглобулина класса ИГЕ, и затем к этим видоизмененным рецепторам присоединяется аллерген или антиген, и наступает дегрануляция тучных клеток. Вот, собственно, та картина, которая связана с участием тучных клеток в аллергических реакциях немедленного типа. Сегодня мы знаем, что тучные клетки гетерогенные, различают две основные популяции. Тучные клетки с индексом Т вырабатывают и выделяют триптазу, и с индексом ТС вырабатывают и выделяют триптазу и химазу. Вместе с тем, во-первых, эти субпопуляции действительно различаются. Здесь, в этой мелкой и детальной таблице, перегруженной разными свойствами, можно, в принципе, увидеть, что тучные клетки этих двух субтипов отличаются по локализации тканевой, по тому, что они вырабатывают, по основной роли в защитных процессах организма, много или мало вырабатывают лейкотериена С, субстанции П и так далее, и так далее, цитокинов. И по характеру ответа на внешнее воздействие, которое, помимо, как мы сегодня знаем, помимо иммуноглобулина Е и аллергена, также способны вызывать догрануляцию тучных клеток. Вместе с тем, несмотря на такие различия, мы знаем, что тучные клетки пластичны, то есть один тип может превращаться в другой, в зависимости от того, где находятся, в какой ткани локализуются тучные клетки. Вообще тучные клетки образуются из костно-мозговых предшественников, затем мигрируют в ткани, в основном это кожа, слизистые оболочки разных локализаций и некоторые другие места. Основным свойством или основной особенностью тучных клеток в тех местах, где их обнаруживают, является их концентрация, их сосредоточенное расположение вдоль кровеносных и лимфатических сосудов, а также вблизи нервных терминалей, холинергических и пептидергических нейронов. Известно, что продукты или медиаторы тучных клеток вызывают расширение сосудов, повышают проницаемость капилляров, вызывают отек и боль, и поэтому их воспринимают как медиаторы воспаления. Сегодня известно, что тучные клетки имеют рецепторы не только для иммуноглобулина Е, но также и для иммуноглобулина класса G, и это очень важно. Вот эти два типа рецепторов, Fc-гамма и Fc-эпсилон рецепторы, это важнейшие сенсоры или чувствительные элементы мембраны точных клеток. Семейство Fc-рецепторов довольно обширно. Я не буду останавливаться на различных вариантах Fc-рецепторов, но на тучных клетках экспрессируется, помимо Fc-эпсилон рецептора первого типа, это высокоафинный рецептор для иммуноглобулина Е, также Fc-гамма рецептор первого типа или CD64, а также низкоафинные рецепторы второго и третьего класса, второго класса CD32. И ИГЕ, и ИГЖ, содержащие иммунные комплексы, взаимодействуют с тучными клетками, и это вызывает догрануляцию их и усиливает локальное воспаление за счет выброса многочисленных медиаторов, содержащихся в гранулах тучных клетках. В гранулах тучных клетках содержатся как преформированные медиаторы, которые выбрасываются мгновенно, практически в течение первых минут, это липидные медиаторы, это сериновые протеазы и гистамин, которые как раз влияют на проницаемость сосудов и их вазодилатацию, а также множество медиаторов, которые требуют некоторого времени для своего синтеза и секретируются из тучных клеток постепенно, не путем взрыва и быстрой догрануляции. Это цитокины и множество химокинов. Вот они изображены в нижнем квадрате. Тучные клетки влияют на барьерные функции эндотелия. Вот тут изображен слой, монослой эндотелиальных клеток и изображена тучная клетка, которая находится в районе интимы и способна оказывать влияние на проницаемость эндотелия. Достаточно выброса одного гистамина, чтобы проницаемость изменилась, и эндотелий стал бы пропускать не только вещества, которые проходят через слой эндотелия путем трансцитоза, то есть рецептора посредованным путем, но также и через промежутки, увеличивающиеся промежутки между эндотелиальными клетками. Рецепторы, FC-рецепторы, как специфичные для ИГЕ, так и специфичные для ИГЖ, обеспечивают тучным клеткам антиген-специфический характер их ответов, их иммунного ответа, так можно сказать. Во всяком случае, благодаря связыванию с тучными клетками иммунных комплексов, содержащих те или иные иммуноглобулины, этот тип клеток можно причислить к антиген-специфическим, как бы в дополнение, дополняя список, известный нам из список, содержащий Т и Б лимфоциты. Однако на тучных клетках нет антиген-специфичного рецептора, а есть антитела, сидящие на стандартных FC-рецепторах. ФЦ-рецепторы благодаря этому обеспечивают также и антиген-презентирующую функцию тучным клеткам. Здесь изображена сравнительная характеристика разных типов клеток иммунной системы, которые обладают способностью к антигенной презентации. Это и Б лимфоциты, и макрофаги, и, главным образом, дендритные клетки, которые являются основным элементом такого типа, и тучные. Можно видеть, что на тучных клетках представлены все основные рецепторные структуры, которые необходимы для антигенной презентации. Это захват антигена, например, функция захвата антигена. Правда, повторяю, не за счет антиген-специфичных рецепторов и не за счет эндоцитоза, а за счет присоединения к FC-рецепторам. Есть индуцибельная экспрессия MHC-антигенов, которая также необходима. Есть экспрессия костимулирующих молекул. Наконец, есть способность к продукции огромного перечня цитокинов и хемокинов, в том числе, вот вы видите, такие как интералекин-4, 5, ТНФ и так далее, которые необходимы для индукции иммунного ответа. И, наконец, адгезионные молекулы, адгезионные молекулы, список которых также достаточно велик. Это фактически повторение предыдущей таблицы. Теперь, что известно о тучных клетках и опухолях? Известно, что в последние годы появляются все больше публикаций и наблюдений, описывающих морфологический состав опухолей, и, в частности, морфологический состав клеток иммунной системы, присутствующих в опухоли. Показано, что имеется корреляция между наличием и количеством тучных клеток в первичном опухолевом узле, а также в метастазах опухоли, и клиническим состоянием пациента, высоким уровнем СОЭ, снижением гемоглобина и альбумина. Но самое главное, имеется корреляция с выживаемостью больных. Чем больше тучных клеток в опухоли, тем ниже выживаемость. Тучные клетки обычно скапливаются вокруг опухоли, в ткани окружающей опухоли, или переваскулярно вдоль питающих сосудов, и ассоциированы с участками ангиогенеза, а также с сосудами или участками эндотелия, экспрессирующими легант для L-селектина. Всё это указывает на то, что тучные клетки присутствуют благодаря влиянию как самой опухоли, так, вероятно, и других процессов, других импульсов, исходящих от лимфоидных клеток, проникших в опухоль раньше. Обычно в таких экспериментах тучные клетки исследуют по наличию трептазы, это маркерный фермент тучных клеток, и антиген УСИДИ-117, это кит-рецептор. Вот картинка, взятая из опубликованной зарубежными авторами работы, здесь показано, как инфильтрация тучных клеток коррелирует с агрессивностью опухоли. В верхнем ряду мы видим гистологическую картину аденомы толстой кишки, затем дифференцированные аденокарциномы и малодифференцированные. Вы видите, что присутствие тучных клеток делается всё больше и больше в направлении слева направо. То же касается и количество трептазы. Трудно сказать, что первично в этих наблюдениях приход тучных клеток и их влияние на состояние опухолевого роста, на прогноз больных и так далее. Либо наоборот, чем более продвинут злокачественный рост, тем больше факторов хемотактического характера, которые привлекают в эту зону тучные клетки. Этот вопрос остаётся неясным. Негативный вклад тучных клеток в противоопухолевый иммунный ответ можно сформулировать таким образом. Тучные клетки усиливают ангиогенез опухоли за счёт в основном продукции VEGF, то есть фактора активирующего рост эндотелия. Они обладают противовоспалительной активностью и усиливают воспалительные процессы, так сказать, воспалительный хаос в самой опухоли и вокруг неё. И это приводит к ухудшению прогноза. И, наконец, можно рассматривать ещё и такой фактор, как противодействие тучных клеток к формированию клеточного противоопухолево-иммунного ответа за счёт того, что они продуцируют в основном цитокины ТН2-типа и тем самым способствуют гуморальному иммунному ответу и продукции антител. Это можно считать негативным явлением, если вы ожидаете от противоопухолевого иммунитета всё-таки клеточной заставляющей её доминирования. В связи с такими явлениями тучные клетки в последнее время рассматриваются как мишень для лекарственного воздействия. Вот одна из работ, в которой был сконструирован следующий лечебный препарат. Был получен химерный белок, состоящий из FC-эпсилон-рецептора иммуноглобулина Е и экзотоксина асинегнойной палочки псевдомодоз эругеноза. Вот такой конъюгированный протеин полученный рекоменантным путём при введении мышам обеспечивал апоптоз тучных клеток персонально, прицельно. Вот верхняя пара картинок показывает тучные клетки в контрольной группе, а правая показывает тучные клетки, которые подвергались терапии вот этим конъюгированным белком. Внизу показано, что при этом гибнут действительно тучные клетки, но не гибнут клетки опухоли, то есть это достаточно избирательный инструмент. А с другой стороны видно, что тучные клетки гибнут путём апоптоза, не выбрасывая при этом никаких медиаторов, то есть не подвергаясь догрануляции, что тоже очень важно. Спасибо за внимание. Спасибо, Пётр Григорьевич. Есть ли вопросы к Пётру Григорьевичу? Если подводите, Пётр Григорьевич, тогда у меня коротенький. Значит, тучные клетки можно представить как клетки, которые устанавливают физиологический баланс между метаболической активностью ткани и её кровоснабжением. Логично. Вот в этом смысле является ли их поведение в опухоли противоречище этой основной их физиологической функции? Или они здесь на месте сидят в своих тканях и делают то же, что им положено? Трудно сказать, вопрос ещё пока мало изучен, но я думаю, что тучные клетки, где бы они ни находились, в какой бы ситуации ни участвовали в каких-то процессах, они всегда выполняют свои стандартные функции. Другое дело, что этот тип клеток чрезвычайно богат медиаторами самого разного типа, поэтому в зависимости от ситуации клеточной, от условий, от местных активационных факторов, они могут производить тот или иной эффект на местную клеточную жизнь. И это будет по-разному протекать, я думаю. Но в основном это всё-таки стандартные реакции. И по последнему слайду. Вот тучные клетки, на которых велось воздействие, были, это культуральные исследования. это мыши. Вопрос об избирательной доставке тут ещё не решён. Вопрос доставка, прицельная доставка вот этого химерного белка конкретно к тучным клеткам обеспечивается вот ФЦ-фрагментом иммуноглогулина Е. Он находит. Тучные клетки сидят в мозгу, сидят в матке, в организме. Проблемы существуют. Спасибо, Пётр Григорьевич. Продолжение следует...